Всем привет! С вами Харви. В этой серии я расскажу вам о том, что нужно сделать и какие плагины необходимо иметь для чистой и качественной записи вокала дома. Ранее я сам пользовался Adobe Audition, особо не вдаваясь в тонкости всяких компрессоров и эквалайзеров, но запомните, это чертовски важно. Сейчас я полностью перевел свою запись туда же, где я пишу инструментал, то есть в FL Studio, и это очень удобно. Посмотрим на три составляющие успеха при записи вокала. Первое – звукоизоляция, второе – микрофон и третье – эффекты. Я максимально сжал для вас информацию о каждом аспекте и выделил только самое нужное. Звукоизоляция. Помещение, в котором вы пишете вокал, не обязательно должно быть будкой, как вы видите в американских клипах. Дело в том, что натуральная реверберация – это хорошо. Зачем лишний раз потом накладывать реверб с пресетом Room, если вы и так в комнате? Один нюанс – все же у натурального реверба есть свой минус – отражения, которые так или иначе попадут в микрофон. Исправляется это легко наличием фильтра и рефлексии, которые создают некое подобие будки, гася нежелательное отражение. Совет. Поставьте микрофон подальше от компьютера, так он не будет ловить шумы и помехи звуковой карты. Второе – микрофон. Есть только одна вещь, которую мне хотелось бы сказать о микрофоне – направленность. Какая у вашего микрофона кардиода? Если же она направлена только вперед, половина ваших проблем с шумом решены. Просто наведите микрофон в области исполнителя и в обратную сторону от помех. Эффекты. Звук, записанный на ваш майк, должен быть сжат. Повесьте на вокал первым делом компрессор. Стандартные настройки для вокала доступны в любом компрессоре. Я пользуюсь Waves R-Comp. В вашем вокале также не должно быть лишних нижних частот. Подрежьте низкие частоты до 150 Гц, чтобы избавиться от грязи и лишних частот голоса эквалайзером. Добавьте эффект реверба, если в вашей комнате есть будка, тихо или же вы просто задумали, что вокал находится в пространстве. Вот и все, что вам необходимо знать для записи. Звукоизоляция, хороший конденсаторный микрофон и эффекты. Скоро у меня выходит новая просто чумовая песня и не одна. Следите за обновлениями, чтобы услышать ее. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, что вы хотели бы узнать в следующей серии. До новых встреч!